В Баку проходит 11 конференция министров туризма стран-участниц организации исламского сотрудничества. В конференции принимают участие министры туризма стран ОИС, руководители туристических ассоциаций и другие официальные лица. В центре внимания вопросы о реализации рамочного документа по развитию туризма и стратегической дорожной карты по развитию исламского туризма в странах-членах организации. Репортаж из столицы Азербайджана. Свыше 160 делегатов, представляющих 39 стран, в том числе генеральный секретарь ОИС, министры и заместители министров туризма государственных организаций, собрались здесь, на одной площадке, в Конгресс-центре столицы Азербайджана. Насыщенная двухдневная программа, которая включает обсуждение проектов отраслевой инфраструктуры в странах-членах, сотрудничество в исследовательской и информационно-пропагандистской деятельности в сфере туризма, организации туристических выставок, развитие туров по исламской культуре и наследию. На открытии масштабного форума было зачитано обращение президента Азербайджана к его участникам. Пандемия нанесла большой ущерб туризму, почернуто в выступлениях экспертов. Постпандемический период – это время новых вызовов для развития данной сферы. И такое взаимодействие позволит укрепить устойчивость туризма. Во второй половине дня с презентациями выступили министры туризма, в частности и Узбекистана. Были выбраны номинанты премии «Туристический город» 2023-2024 годов. Подготовка к этому важному событию велась с 2019 года, когда была подана заявка Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана. За истекший период была проведена системная работа и детальные переговоры с руководителями туристических администраций стран-членов ОИС, а также внутри самой организации. В результате ожесточенной конкуренции среди лидирующих в ОИС зарубежных странах номинация «Узбекистана – город Хива» добилась поддержки основных стран-членов ОИС. Основными аргументами в пользу Хивы стали высокая оценка мирового сообщества проведенных мер под руководством президента Шавката Мерзиева по развитию туризма, в частности политики открытости и либерализации визового режима, а также работа по возвращению исторического облика города Хивы. Азербайджан поддержал кандидатуру, которую выдвинула узбекская сторона. Это город Хива. Город Хива – это прекраснейшая жемчужина исламского мира. Это большая история, это глубокая история, это родной для нас, родной для нашего дружественного Узбекистана, безусловно. Но в то же время это не только история, это и настоящее, и будущее, потому что Хива сейчас уже действительно превращается в популярный туристический центр. Хива посещается главами государств, в Хиве проводятся международные организации. На днях Хиву посетил в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев. Мы просто на самом деле в восторге от Хивы, и Азербайджан будет принимать участие во всех проектах, которые будут проводиться в будущей туристической столице исламского мира. Я очень рад быть здесь, на данной конференции. Узбекистан мне играет важную роль. Выступление узбекской стороны было впечатляющее, и я думаю, что ваша страна достигнет всех целей, которые вы поставили перед собой. Мы желаем вам только процветания, услышали много интересной информации об Узбекистане, и будем рады посетить вашу страну. В первую очередь поздравляю с тем, что на сессии министров туризма Организации исламского сотрудничества город Хива был признан столицей туризма исламского мира. Отмечу, что ваша страна обладает огромным туристическим потенциалом, в частности, это касается паломнического. Для нас очень дороги Хива, Бухара и Самарканд. Узбекистан — открытая страна. Было проведено множество встреч с представителями туриндустрии вашей республики. Мы рады сотрудничеству. Очередная конференция состоится уже в Хиве. Кстати, по предложению узбекской страны, ежегодно в нашей стране под эгитой Организации исламского сотрудничества будет проводиться неделя паломнического туризма. Как ожидается, участники примут проект итоговой резолюции конференции и бакинскую декларацию.